Святки это не только гадания, на святки наши предки ходили друг к другу в гости и калядовали. Этот обычай очень древний и имеет мистический подтекст. Здесь главное все сделать по традиции. Как правильно калядовать, расскажут и покажут наших гостей ансамбль Яромил. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Дома ли, хозяйка? Дома заходите, гости дорогие. Чего ты нас ждала, что ли, да? Ждала, что вам угощение приготовила. Ой, каляда, каляда, мы не ходим, не гуляем. Со святым вечером вас поздравляем. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я маленькая девочка, залезла на пенек, надела красный капачок. Дай хозяйке пеночок. Пеночка мало, добавь ломать сало. Не делись, держи. Пожалуйста, все угощай. Хозяйка, пойдем танцевать. Пойдем, пойдем, пойдем плясать. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ О, спасибо, шестрая хозяйка. Хорошая хозяйка. Спасибо вам. На чтобы все у вас родилось. Да чтобы богатство на вас свалилось. Курица выведет 20 цыплят. Свинья принесет 12 поросят. Овца 2 ягненка. Дорова 2 теленка. Спасибо. Чтоб каждый год дарил вам по ребенку. Спасибо огромное. Вот это и так и калядовали наши предки, что ли? Так и калядовали. Плохой хозяин вернулся, похлопает его. На самом деле я другой, конечно. Крыть, пожалуйста, вот это слово интересное. Мехоношка. Что это за слово? Кто такая мехоношка? Это мехоношка. С меховыми ногами кто-то? Нет, это человек, который носит мешок. А вообще должность была избранная. То есть на должность мехоношу избиралась самая красивая девка. Девушка? Не обязательно девка, мог быть и парень. Ну, если красивых среди таковых нет, то была самая красивая девка, самая громкоголосая, самая бойкая, яркая. А дальше что со смешком уделали? У нее постоянно складывались дары подарки. Представьте, если по всей деревне пройдешь, накалядуешь, там очень-очень много всего собиралось разных даров. И денюжка, и окорока колбасные, и конфетки. И потом эти дары подарки шли на выкуп избы. В смысле? То есть откупали избу. У любой бабушки. Как снимают квартиру нынче? Как сегодня снимают квартиру. А зачем? Откупали избу, и потом устраивали вечерку. А, ну то есть вечеринка. На вечерках были вот такие вот танцы, как вот мы сейчас Олей танцевали, где происходило знакомство парней и девушек. То есть сегодняшняя дискотека, где опять-таки происходит знакомство, это в прошлом вечерке. А вот эти песни тоже там пели? Получается. Это песни пелись. Они с каким-то смыслом из тех времен, или сегодня какой-то новый смысл у них. Смысл этих песен очень старинный. Здесь, вы вот заметили, да, мы пришли к хозяину, он нас не одарил. Но, если честно, это было очень-очень редко. Вообще в старину это был самый, так сказать, страшный обряд, когда были, приходили на вечеринку ряженые. Вообще положено, самый страшный ряженый, это вот я была, да, когда полностью все закрыто, полностью одни глаза торчат. Еще глаза положено было намазать сажей. Это считалось, что пришли души умерших. То есть наши предки все время пытались задобрить своих предков, умерших предков. Потому что у славян, и не только у славян, во многих народностях считалось, что именно души предков, души умерших предков, они дают урожай. А вот вы сами-то калейдуете, или это вот номера представлений каких-то только? Ну вот в городе имеется? Ну, в прошлом году мы калейдовали. В этом году... Успешно? Да, сколько, сколько вообще всего надо? Успешно. Вы знаете, успешно, когда мы ходим и заходим в разные дома, люди даже из соседних квартир выглядывают и говорят, зайдите к нам, потому что мы еще ж поем песни. Понятно. Ну хорошо. А вот что принято в ответ, вот кроме подарков, что-то нужно говорить или не обязательно? Ты одарил, и тем самым как бы все. Все понятно. С вашей стороны вы не говорите. Ничего. Вы одариваете калейдущих. И, как правило, одаривали не просто так, а одаривали определенными ритуальными дарами. То есть это колбаски из жертвенных животных обязательно, обязательно рождественского поросенка оставляли, которого рубили именно на Рождество. Это колбаски, свиной окорок, различное печенье в форме животных. И этим самым вы приносите жертвоприношение опять нам, калейдовщикам. Ну, в общем, смысл в изобилии, в счастье, в радости, в добре на весь предстоящий год. Так ведь? Спасибо. И вам будет добро, потому что мы к вам пришли. Ну, слава богу, наконец-то будет добро. Вам того же желают, да. А то мне сегодня нажелали. У нас в гостях был ансамбль Яромилы, руководитель Руслана Лосева. Для вас работали сегодня Ольга Гопеева. И Дмитрий Наумчик. Удачного дня и хорошего настроения. Увидимся совсем скоро. Пока. Всем Деем посеваем, с Новым Годом поздравляем! Вару, по шоке, гости к нам прилетят, как вы люди знаете, залы накрывайте, раз в лесу встречайте. Убейте! Убейте! Субтитры сделал DimaTorzok